Модернизация зенитно-ракетного комплекса С-125-2Д В обороне государства и защите воздушного пространства Ведущую роль играют системы и комплексы противовоздушной обороны Локальные и региональные конфликты современности Лишь подтвердили значимость зенитно-ракетного вооружения Для обеспечения противовоздушной обороны Государственная компания по экспорту и импорту продукции Военного и двойного назначения Укрспецэкспорт Совместно с ее дочерним предприятием Укроборонсервис Обеспечивают проведение всего комплекса работ Связанных с ремонтом, продлением ресурса И модернизация зенитных ракетных комплексов Которыми оснащены зенитные ракетные войска Украины В частности ЗРК С-200, С-300ПТ, С-300ПС, БУК М-1 Также реализуются программы по ремонту С продлением ресурса зенитных ракетных комплексов И систем для зарубежных заказчиков Для решения этих задач максимально используется потенциал Украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса Среди которых значимое место занимает Научно-производственное предприятие Аэротехника МЛТ Важным результатом деятельности госкомпании Укрспецэкспорт Государственного предприятия Укроборонсервис И научно-производственного предприятия Аэротехника МЛТ Стала модернизация зенитно-ракетного комплекса С-125М-1 Который сегодня стоит на вооружении более 30 стран мира Новый комплекс получил обозначение С-125-2Д А для экспортных поставок Печора-2Д ЗРК С-125-2Д предназначен для поражения самолетов Стратегической, тактической и морской авиации А также крылатых ракет воздушного базирования Действующих на малых и средних высотах В пассивных и активных помехах днем и ночью Состав зенитно-ракетного комплекса С-125-2Д Включает пункт боевого управления УНК-2Д Антенный пост УНВ-2Д Пусковые установки 5П-73-2Д До 4 в составе дивизиона А также технические средства обеспечения Для поражения целей используются ракеты 5В-27Д ЗРК С-125-2Д прошел весь комплекс испытаний Включая боевые стрельбы В ходе модернизации ЗРК С-125-М1 До уровня С-125-2Д Были решены следующие задачи Восстановление ресурса на период не менее чем 15 лет Повышение боевой эффективности комплекса За счет увеличения области поражения воздушных целей Повышение мобильности Обеспечение более высокой стойкости К воздействию радиоэлектронных помех Повышение живучести Повышение надежности и эксплуатационных характеристик В ходе боевых стрельб были проведены пуски управляемых зенитных ракет В различных режимах и по различным целям Включая малоразмерные и надводные цели По результатам испытаний были подтверждены следующие боевые характеристики Комплекса С-125-2Д Дальность обнаружения цели типа Тактический истребитель МиГ-29 На высоте 7 км не менее 100 км На высоте 20 метров не менее 28 км Максимальная скорость поражения целей Навстречу 800 м в секунду Вдогон 300 м в секунду Минимальная высота поражения 20 метров Максимальная высота поражения 21 км Ближняя граница зоны поражения 3,5 км Горизонтальная дальность до дальней границы зоны поражения 27 км Наклонная дальность до дальней границы зоны поражения 35 км Максимальный курсовой параметр 24 км В ходе модернизации ЗРК С-125М1 до уровня F-125-2Д Была проведена доработка всех основных средств комплекса Пункт боевого управления УНК-2Д с антенным постом УНВ-2Д Обеспечивает обнаружение маловысотных целей на дальности до 110 км Сопровождение и последующее наведение на них одной или двух ракет А также контроль результатов стрельбы Самоходный вариант УНК-2Д представляет собой совершенно новое изделие Размещенное в термоизолированном контейнере на базе автомобиля повышенной проходимости КРАЗ Контейнер оснащен встроенной системой жизнеобеспечения Позволяющей в случае необходимости быстро подогреть или охладить воздух внутри контейнера Кузов-фургон разделен на два отсека Аппаратный отсек пункта боевого управления УНК-2Д разительно отличается от старой УНК-М1 В состав расчета пункта боевого управления УНК-2Д 4 человека Управление зенитным ракетным комплексом С-125-2Д осуществляется с 4 автоматизированных рабочих мест Оснащенных плоскими твердотельными мониторами Автоматизированное рабочее место командира Кузов-фургон, где реализованы функции приема и обработки трассовой информации от РЛС-разведки типа П-18МА, П-180У, П-19МА, П-19У, а также РЛС и ПРВ старого парка, которые дооборудованы экстракторами, а также от командного пункта типа модуль С рабочего места командира проходит целераспределение и формирование целеуказания на рабочее место оператора наведения Автоматизированное рабочее место офицера наведения совмещает в себе функции двух старых рабочих мест Офицера наведения и офицера подготовки стрельбы На мониторах автоматизированного рабочего места офицера наведения отображается информация от радиолокационных каналов и телевизионно-оптического канала Два автоматизированных рабочих места операторов ручного сопровождения, на мониторах которых отображается информация от радиолокационных каналов, соответствующих плоскостей визирования и информация телевизионно-оптического канала В агрегатном отсеке пункта боевого управления размещены два экономичных и компактных дизель-генератора. Размещение дизель-генераторов на платформе пункта боевого управления уменьшило количество структурных единиц в составе зенитно-ракетного дивизиона. Антенный пост УНВ-2Д оснащен приемно-передающей и приемной системами, работающими в сантиметровом диапазоне волн. С целью снижения отражений от земной поверхности они оснащены антеннами специальной конфигурации на 45 градусов развернутыми по отношению к горизонту. В составе антенного поста УНВ-2Д от прототипа остались антенноволноводные системы, магнетронный генератор передатчика цели с механизмом подстройки частоты. Приводные исполнительные электродвигатели с электромашинными усилителями заменены на современные высокоточные электродвигатели с сервоуправлением. Успешно прошло испытание новое сверхвысокочастотное приемное устройство целевого и ракетного трактов. В качестве усилителей высокой частоты используются современные твердотельные малошумящие усилительные приборы. Сигналы радиолокационных каналов оцифровываются на промежуточной частоте и дальнейшая их обработка выполняется на программном уровне на промышленных компьютерах. Шифратор команд управления ракетами выполнен на цифровой элементной базе, а устройство передачи команд на полупроводниковых усилителях. Для связи антенного поста УНВ-2Д с пунктом боевого управления УНК-2Д применена цифровая линия приема передачи данных. На модернизированном антенном посту УНВ-2Д также установлена новая аппаратура телевизионно-оптического визирования и сопровождения цели. Произведена замена электровакуумного видикона телевизионно-оптической головки на высокочувствительную твердотельную матрицу. Обеспечена передача телевизионного изображения через промышленный компьютер на мониторы операторов сопровождения и наведения. Это обеспечивает визуальное сопровождение и обстрел цели без радиолокационного излучения в пространство. Антенный пост УНВ-2Д размещен на буксируемом шасси. Возможна установка антенного поста на подвижную базу, в частности на трейлер. Также была проведена модернизация пусковой установки 5П-73 до уровня 5П-73-2Д. В ходе работы по модернизации пусковой установки произведена замена приводов по азимуту и углу места на интегрированные сервоприводные системы. Разработана интеллектуальная система управления подготовкой и пуском ракет. Прорабатывается вопрос по размещению пусковой установки 5П-73-2Д на подвижной базе. На завершающей стадии находятся работы по восстановлению, модернизации и продлению на 15 лет ресурса зенитных управляемых ракет 5В-27Д. Это обеспечивает еще большую привлекательность модернизации ЗРК С-125 до уровня 2Д как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков. В программу модернизации ЗРК С-125 заложен принцип унификации устройств, узлов и целых систем. Полученные в ходе этой работы разработки позволяют меньшими затратами и в более сжатые сроки провести аналогичную модернизацию других зенитно-ракетных комплексов Старого парка, таких как С-75М3 «Волга», ОСА АКМ, Куб М-Квадрат М. Успешное решение этих задач базируется на высоком научном уровне специалистов, развитой технологической, технической и промышленной базе отечественных оборонных производств, умениями и практикой реализации современных подходов для решения актуальных задач, которые стоят перед вооруженными силами Украины и армиями военно-технических партнеров нашего государства. Субтитры создавал DimaTorzok